Судя по тем повреждениям, которые потерпевший получил в ДТП, говорят полицейские, смерть наступила мгновенно. Задняя ось автобуса переехала к голову мужчины. Около 20 часов 00 минут на автодороге Москва-Белгород, в районе 30-45 километра, на населенном пункте деревни Сленовое. Водитель автобуса произвел высадку пассажиров на остановочном пункте. В результате, после начала движения, произошло падение пешехода под колеса автобуса. Произошел наезд на мужчину 1976 года, который подчеркнулся на месте ДТП. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Орелом Ценск, до сих пор в шоке и случившееся, объясняет тем, что попавший под колеса мужчина был пьян до изумления. Не могу что-то говорить. А человек этот как вообще выглядел? Он был трезвый, пьяный? Его в насилие, можно сказать. Слова водителя подтверждает и очевидец из числа пассажиров автобуса. Мужчина в очень нетрезвом состоянии, буквально еле на ногах стоял, то есть вообще неадекватный полностью был. Водитель остановился и сказал, что согласно его билету он должен выходить на володарке. Вы выходите, собирайтесь или вас в домцентку везти. Пока выходил, получается, об автобус головой стукнулся. Двери закрылись, мы начали трогаться. И он, видимо, отошел и по инерции назад качнулся. То есть как бы как рыбкой туда залетел. В ГИБДД признают, картина происшествия нетривиальна. Подобные случаи в области фиксировались лишь несколько раз. Ситуация потребует детального расследования. Очевидцы происшествия убеждены, что водителю автобуса было не под силу предотвратить ДТП. На момент наезда пешеход уже находился вне поля его зрения. Однако окончательное решение остается за следователями Орловского райотдела, которым и предстоит дать инциденту правовую оценку. Иван Суверин, телеканал Первый областной.